День Победы 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 И из них, те, кто читал, видно, что Гагарин был не просто смелый, хорошо подготовленный летчик, которого отправили на орбиту, но и очень профессионально он анализировал результаты, все аспекты полета и давал те данные, которые может дать только подготовленный испытатель техники. Думаю, есть смысл публиковать и в дальнейшем материалы всех полетов, особенно тех, о которых уже срок секретности прошел, там уже ничего закрытого нет, особенно корабли «Восток» и «Восход», да и первые союзы, чтобы общество знало, с чем сталкивались и реально преодолевали, какие сложности космонавтов, а каких, может быть, и не было сложностей. И с тем, чтобы общество понимало, какой этап развития космонавтики инженерной прошло тогда наше государство. Секретности в этом уже никакой нет, а для объективного понимания истории космических полетов публикация этих материалов была бы очень полезна. Сегодня, в День космонавтики, конечно, мы должны анализировать ту ситуацию, которая сегодня сложилась в нашей космонавтике. Она отнюдь не радужная, а скорее в чем-то тревожная. Да, на МКС мы летаем, причем только мы пока что можем туда возить иностранцев, наши союзы работают. Ну вот уже в следующем экипаже будет всего два наших космонавта, а не три, как обычно. Вот сейчас вернулись, а в следующий экипаж полетит всего два человека, наш и иностранец. Почему? Ну, Роскосмос, руководство Роскосмоса отдало, а фактически продало эти места наших космонавтов, там, где они могли бы получить опыт и потом бы сменили бы тех, кто сегодня работает. А это бесценный опыт, его за книжкой, так сказать, на Земле не получишь. А они отдали эти места, практически продали американцам, ну, для того, чтобы решить какие-то проблемы, которые у них возникли из-за не совсем грамотного ведения экономических вопросов с корпорацией Boeing по программе «Морской старт». И вот когда сегодня они говорят, что это и ничего страшного, нет, это плохо, когда у нас сокращается число именно наших космонавтов. Да, мы будем готовить американцев. Когда они сделают свой корабль, они уже этот опыт приобретут. А наши, пока что старые будут летать, а молодые пока-то двигаются назад. Еще есть такая аргументация руководства Роскосмоса, что, недавно интервью давал, что вроде бы и экспериментов у нас нет таких, какие необходимо проводить большим количеством людей на орбите. Это неправда. Эксперименты есть. Только для того, чтобы они были, и руководство Роскосмоса, и корпорации, они должны работать с учеными, с Академией наук, которая у нас сегодня в жалком состоянии. Мы не понимаем, кто там вообще руководит. А ведь в свое время именно Келдыш поддержал космические полеты и Королева. В свое время очередь стояла на эксперименты из Академии наук, для того, чтобы эксперимент поставить наверх, туда. А сегодня, оказывается, и руководство Роскосмоса, и корпорации, говорит, что не так это важно. Это неправда, что не важно. Вот тут недавно, месяц, по-моему, назад, руководитель Федерального медико-биологического агентства, господин Уйбу по телевидению, а вы, наверное, это видели, он тут заявил, были бы репортажи о том, что в МБА, в этом агентстве разработаны новые вакцины или препараты, который через несколько лет способен будет лечить все виды рака. Наверное, слышали вы. И он тот же сказал, что эти материалы, эти субстанции удалось получить благодаря тому, что на Международной станции, на нашем сегменте, были произведены эксперименты по получению особо чистых веществ, сверхчистых веществ, которые доставили на Землю, и потом, используя их, получили уникальные результаты. Да, конечно, они еще будут работать, но он заявил об этом, у нас нет, так сказать, оснований не доверять. Это ответственный человек. Так вот, даже этот случай показывает, насколько важно, когда мы проводим эксперименты. Это еще в 1982 году наша экспедиция на «Салюте-7». Мы первые в мире провели эксперименты по получению сверхчистых веществ. Красивое название было «Таврия». Крым еще наш был тогда. Тогда был наш. Ну, ладно, вы поняли, о чем я говорю. Потом, каждая экспедиция фактически занималась этими экспериментами, получали сверхчистые вещества. И американцы тоже потом занимались. Так вот, только ради того, чтобы вот это вещество, вакцина, как он называл его, чтобы оно нарабатывалось, есть смысл и космонавтам летать, и станцию иметь, и нарабатывать там вещества, чтобы людей на Земле хотя бы от этой болезни спасти, если на это есть шанс. Поэтому мы, я думаю, что не имеем права оставлять нашу станцию с малым количеством космонавтов. Мы должны внимательно смотреть за тем, кого мы готовим и как. Или мы туда возим иностранцев и американцев, даем им опыт, или мы своих готовим к новым полетам. Я уже не говорю там про Луну, про Манс, это будущее. Мы имеем возможность сегодня решать проблемы человечества в космосе. И мы, как депутаты, я думаю, что должны иметь это в виду, принимая различные программы, в том числе и финансовые. Еще раз с праздником вас!